Тазнул он там. Где-то час пробовал. Вы звонили директору тюрьмы. Да он в курсе. У них все готово. Пришлось бы тесниться, но сказали, что место будет. Сними пакет. Бонжур, Жан-Жак. Карлов Михаил Дмитриевич. ФСБ. Мы следим за тобой несколько месяцев. Мы знаем, что ты работаешь на ДЖИСИ. Ты помогаешь им, ты передаешь сообщения и забираешь досье. Для моей работы банкиром. Приехал в Россию в одиннадцать лет с родителями. У тебя здесь родился младший брат. Ты ходил в русскую школу. Ты учился в ГИМО на юрфаке. Там ты познакомился с Владимиром Потанином, который взял тебя на практику в одной из своих компаний. Француз с асцендентом русском. Тебе повезло. Поэтому ты мне интересен. Я ничего не понимаю. Ладно. Ну, допустим, мы ошиблись. Мы перепутали тебя с кем-то другим. Ну, и что? Посадим тебя на хуй все равно? Поезд ушел? Нет, я ничего не сделал. Но если вдруг мы не ошиблись, у тебя есть маленький шанс не сдохнуть от цинги на зоне. Поэтому ты слушай меня внимательно и делай то, что я тебе говорю. Ты продолжаешь свое задание. Только все рассказываешь нам. Я не понимаю, чем я вам интересен. Я мелкая сошка. Я ни к чему не вне ее доступа. Ну, ладно. Давай поговорим по-другому. Это происходит в соседней комнате. Твой отец не хотел признаться, что ты работаешь на DGC. Поэтому мы решили немножко его растормошить. Вы тупя, моя семья. Хорошо. Я думаю, твой папа любит спать на каменном матрасе. А так твой брат, он в курсе? Он работает вместе с тобой? Он тебе помогает? Оставь его в покое. Он ничего не сделал. Блядь, как у вас интересно получается. Все это дело. Ему две акции. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...